И он мне говорил, что когда начинается эпидемия, я брал маленький кусочек прополиса с мизинь, с ноготочек. Естественно, потому что в ответ на кислую среду организм реагирует щелочью. Там практически бактериальная среда не будет распространяться. Итак, друзья, я хочу продолжить нашу тему, связанную с пандемией коронавируса. И перед вами наш специалист Белов Игорь Александрович, апитерапевт, висцеральный практик. Ну и у него еще есть множество дополнительных специализаций, но в данном случае для нас интересны продукты пчеловодства. Так как он занимается апи-практикой, то есть помогает нашим пациентам уйти от многих патологий, которые развиваются, ну и в цели профилактики. Да, кстати, я сам пользуюсь. Иногда Игорь меня с удовольствием на него ставит, а я с удовольствием молчу и терплю. Это необходимо для поддержания системы. Да, потому что укус пчелы, в общем-то, он немножко такой жалящий. Но приходится терпеть перед здоровьем. Ну как это у царя Соломона? Кого люблю, того наказываю. Игорь, расскажи, пожалуйста, о продуктах пчеловодства, которые можно использовать при профилактике вот этого заболевания, которое сейчас превратилось в пандемию. Это даже и не профилактики, а даже, можно сказать, и профилактики и лечения. Если до того, как человек заболел, можно делать это профилактически. То есть продукты, они недорогие, это прополис. Причем в домашних условиях, да? А можно даже в аптеке купить, если даже нет времени его делать, потому что там надо знать технологию. Это можно пойти в аптеку, купить спиртовой же тот же продукт, прополис, который стоит недорого. Действия вот такие, что некоторые бывают, вот производители делают, открываешь крышечку, здесь как в лакардин есть уже пипетка. Во многих по старой технологии нет этого. Можно сделать, открыть крышечку и ножом пробить почаще. И она будет действовать как пипетка. Это простой вариант, там 50-миллиграммовая рюмка, 5 капель. И в течение дня три раза можно пить. Но человек не может три раза пить, он утром-вечером пьет профилактически, это можно. Но вот при заболевании это надо пить в течение каждого часа даже больше прополиса. Потому что прополис это природный антибиотик. Он действует на иммунную систему. Но это уже когда заболел? Это когда заболел, да. А когда профилактика, ну вот как приехала к нам немка, спросила, сколько можно пить? Я говорю, ну лет 150. Она говорит, 150 лет не буду пить. Я говорю, ну думаю, адекватный человек. Я вечно буду пить. Я говорю, ну давайте пить вечно. Потом еще можно употреблять натуральный мед. Потому что мед сам по себе, он, ПАЖ его, казалось бы, если вот сейчас вот сказать, ПАЖ его кислое. Его ПАЖ, а в кислой среде, по логике вещей, распространяются все в бактериальной среде, особенно грибковые споры. Но что интересно, грибок распространяется в ПАЖ 5-6, а мед, ой, 4-6, извините, 4-6, а мед имеет свойство 4-3. То есть там интересно, он не распространяется, значит грибок не распространяется. Может быть за счет других качеств каких-то? Нет, он не распространяется, потому что там нет среды для распространения грибков. Почему мед должен быть в теплом и в герметичном состоянии закрытом? Если вы его откроете, туда попадет влага, он начинает брожение. То есть ПАЖ меняется, уже в среду более кислую. Переходит в щелочную? Нет, он еще не в щелочную, он уже начинает 4-6. Это хислая все-таки среда. А грибок начинает, да, а грибок уже начинает там распространяться. Что интересно-то? Но если вы даже можете сами проверить, если вы возьмете чайную ложку меда и будете его рассасывать в течение 5-6-7 минут, у вас во рту будет 8, аж 8. Можете сами проверить. Но перед этим вы можете взять классную лакомую бумагу, проверить. Это будет утром где-нибудь 6,5. После того, как его рассосали, он будет у вас к восьмерке. Синий солидный будет. Естественно, потому что в ответ на кислую среду организм реагирует в щелочи. Да. Но если вы будете хотя бы раз в день по 2-3 чайные ложки употреблять меда натурального, то респираторным заболеванием вы будете меньше всего болеть. Например, говорят, что у детей бывают аллергии. Аллергии бывают, если… Да, бывают аллергии, но если некачественный мед. Как правило, сейчас мед мешают. Его мешают или с фруктозой, с сахаром, или мешают его с крахмалом. С крахмалом мешает его. Вот даже проводили, Новосибирский институт проводил анализы. Брали мед, пробовали. Да, цвет доник, вкус доник. Брали анализ химический. Там вообще ни грамма меда нет. Ну вот вам, пожалуйста, простой пример, почему мед не действует. Сам по себе мед, он очень полезен. Он поднимает иммунную систему. Почему даже профессор Лазарев, академик Лазарев, он сделал те же капли, которые производились. Сейчас я не помню, не знаю, но они производились. Это дистиллированная вода, это, значит, алоэ американское и мед. Кстати говоря, в Германии, я вот читал данные, там два профессора немецких, они даже сделали на основе меда вакцины внутривенной от Герпеса. У меня даже записано от препарата, он интересный. А те же два профессора немцы писали, такие данные описывали, что сербский профессор лечил, лечит астму, рассасывание меда, именно как в гомеопатической дозировке. Когда вы рассасываете, в полость рта мед начинает, и все микроэлементы идут через слюны и железы, напрямую попадают в кровь они. Кстати, гептронг препарат, используясь в медицине, он тоже изготавливается из... Да, это уникальный продукт. Да, уникальный продукт. Вот можно еще что сделать с прополисом? Можно взять простой прополис, вот обычный, шарики, вот в данный момент. Маленький кусочек, это мне научил еще мой сосед, который с 1969 года занимался пчелами. Это Коновалов Борис Васильевич. Он, так сказать, рационализатор в этом деле был. И он мне говорил, что когда начинается эпидемия, я брал маленький кусочек прополиса с мизинь, с ноготочек, и держал его в полости рта. Он же выделяет то же самое микроэлементы, какие-то частички, которые нейтрализуют бактериальную среду, которая попадает на слизи в полость рта или в носовую полость. Так все это тоже нейтрализация идет. Приходил домой, вынимал он. Ехал в транспорте, сосал его. Такой можно еще есть. Вот прополис, это, конечно, уникальный продукт. К антибиотикам, например, есть привыкание, потому что любой антибиотик имеет свой химический элемент. И бактерия или вирус передает информацию своему поколению. И уже более агрессивно к этому продукту. А прополису она не может считать информацией. Почему? Потому что каждый год природа выделяет флавоноиды в защите своих листочков новый химический состав. И каждый год прополис имеет новый химический состав, которому он просто не может передать это. Вот самое лучшее считается, это бальзамический прополис. Наше руководство во главе с руководителями Иосифа Сиреновича, они же не дураки были-то. Они сажали везде тополя. Во-первых, этот пух очищал воздух. И он выделял мощнейшие бальзамические вещества. И этот прополис. Самый лучший прополис считается бальзамический. Вообще, наша программа посвящена вирусу, который сейчас идет по Европе. Появился у нас в России коронавирус. И что бы ты сказал по поводу изготовления этой прополисной воды самостоятельно? Как его можно приготовить в домашних условиях? Я бы посоветовал прийти к нам на семинар, и мы все бы там это объяснили, как это лучше сделать, чтобы соблюсти технологию. А так, в принципе, можно пить, например, тот же спиртовой прополис. Но что я бы сделал? Я бы все-таки взял, если детям давать, и там все-таки спиртовой, некоторые мамы боятся, и некоторые не хотят. Если даже накапать пять капель и сделать потенцирование, так называемое, бронусское движение, то есть из рюмки перелить десять раз, это та же гомеопатия. То есть спирт, он сам по себе начинает испаряться. Остается там только чистый прополис. Так просто потенцирование, так называемое. Это гомеопатия. Вы увеличиваете гомеопатические действия в десятки раз. Если примерно нас же видят много наших потенциальных будущих пациентов, будущих специалистов, ну, мало кто смотрит программу, здесь конкретно нужно, какое количество раствора нужно взять, жидкости, чтобы... Лучше взять теплую воду, не комнатную, а чуть-чуть она теплая была, потому что прополис, он быстро начинает растворяться, потому что это все-таки смоложен, и они, пленка сверху. А так он будет растворяться в теплой воде, да, и он будет лучше усваиваться, потому что... Ну, а сколько вот пять капель, предположим, на сколько, на пятьдесят грамм? На пятьдесят грамм. На пятьдесят грамм. Эту рюмку можете не мыть, потому что она вся будет в смоле, вы ее не отмоете. Там практически бактериальной среды не будет распространяться. И сам увидите, она постепенно будет наславиться, наславиться, она будет у вас черно-коричневого цвета, это рюмка, за счет этой смоленности вот этой вот. Ее совсем не отмоешь? Ее не отмоешь, и сложно отмыть ее будет. Интересно. Даже простую рюмку, когда, например, капаешь, и то сложно отмыть низ. А эта уже рюмка будет, вот как вот, видите, цвет коричневый, вот такая рюмка будет у вас, а была она белая. И за полгода вы не отмоете ничем ее. Да, интересно. А что-нибудь еще о продуктах пчеловодства, можно сказать? Забрус, вещь хорошая. Сам по себе забрус. Раньше его пчеловоды переплавляли вместе с сотами, издавали. Вот мне Борис Васильевич Коновалов рассказывал в свое время, когда он приглашал профессора из Семирязовской академии, которая проводила свои исследования, это где-то, наверное, 69-е, может, даже раньше, был такой колхоз-борец в Броницах. У нее там было около 100 семей. И она читала лекции пчеловодам. И задала им такой вопрос, что вы делаете с забрусом? Ну, а не забрус, это верхний слой, верхняя печатка сотов. Вот когда пчелы мед затарили, выпарили до 19% влажности, мед уже не потечет. Который мед течет, там влажности больше. Он может бродить. Что интересно, пчела выпаривает до 19%, и потом уже запечатывает. Запечатывает она воском, впрыскивает туда маточное молочко, они впрыскивают и ставят печать ядом. Нейтрализация, так можно сказать, микробной среды. Этот мед может храниться в запечатанном состоянии много лет. Он там даже с ним ничего не будет. Для того, чтобы скачать мед, надо вскрыть этот забрус, печатку эту. У пчеловода есть ножи или вилка, скрывает он это все. Кто по-разному работает. Кому нравится вилка, кому это нравится нож. И они потом это все переправляют. Это самое лучшее лекарство, так можно сказать. Но не самое, а лучшее лекарство. Там практически часть прополиса, там часть яда небольшого, и воск. А воск — это витамин А в чистом виде. Если его даже брать и рассасывать, брать по пол-ложечки или по ложечке, что парадонтоза, может быть, человек избежал бы. А каким способом? Он же получает все эти микроэлементы через слюну, через желудок. И это как раз наша тема. Ваша тема — здоровый желудок, здоровый организм. Итак, друзья, наша встреча с Беловым Игорем Александровичем подходит к концу. Я бы хотел вас пригласить на следующие наши видеоролики, где мы обеспечивали бы встречу с интересными людьми, которые у нас работают, и тех, кого мы посчитали нужным пригласить. Подписывайтесь на наш канал. Здоровья вам! Ну и жизненной удачи! До свидания! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова